Сектор уголовного розыска считается элитой милиции. Здесь мечтают работать мальчишки, а в бойном отделе снимают фильмы. Сотрудникам угрозыска приходится порой расследовать самое резонансное и запутанное преступление. Виталий Буряк еще со школьной скамьи определился с профессией. И вот уже около 20 лет ведет борьбу с преступным миром. Хотелось сюда, видел, как люди работают уже немного. И пришел сюда, отучился, пришел в райотдел в 1998 году. Попал сразу в службу уголовного розыска. И с тех пор, не меняя службу, я здесь, в уголовном розыске, уже больше 15 лет. Тяжело, но очень интересная работа. И, по крайней мере, приносишь какую-то пользу людям, и от этого на душе становится легче. Как говорит Виталий Анатольевич, в уголовном розыске случайных людей не бывает. Здесь работают люди по призванию. Другие просто не выдерживают. Не могут привыкнуть к сложному графику работы, к непростым будням, где ежедневно сталкиваешься с чужим горем и разного рода преступлениями. Те, кто остаются, те понимают смысл работы, те начинают это впитывать. И остаются люди, скажем, здесь нету такого. Если человек приходит поработать, на работу пришел, он не поработает, но, может быть, по каким-то причинам его служба не устраивает. То никто не будет, потому что, ну, если это не его, то не надо с него требовать то, что он не сделает. А те люди, которые остаются, это уже остаются люди, они с каждым днем набираются опыта. У нас, скажем, в отделении у нас стойкий костяк всегда он был, есть. Я сколько помню, я приходил сюда, меня принимали в коллектив. Здесь были сотрудники розыска, которые стойкий костяк был и которые на этом и держатся. Ну, а режим работы такой, скажем, сильно нагруженный. Кто не выдерживает, те, конечно, отсеиваются. Ну, и опять же, вторая сторона медали. Те, кто не выдерживает, они не смогут квалифицированно работать, не смогут посвятить себя сутками работе ни дома, ни семьи, ни здесь, здесь ночевать, здесь спать, здесь кофе, чай, еда. Да, все здесь, спят на одном диване, если не дай бог, что-то случило. Поэтому это действительно для сильных мужчин работа, я скажу так. В Змеевском районе чаще всего сотрудникам правоохранительных органов приходится иметь дело с кражами и разбоями. На территории района очень много дачных товариществ, где в несезонье дачников свой сезон открывают воры и грабители. Тем не менее, практически ежегодно не обходят на стороной и резонансные преступления. Одним из таких в этом году стало жестокое убийство почтальона в селе Боровая, которое сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть в максимально короткий срок. Преступлений было много, разнообразные, были сложные, были тяжелые, было убийство почтальона у нас в селе Водяное, работали все, у нас было здесь и управление. Четко, слаженно мы практически к концу дня уже знали имя преступника предполагаемого, а ночью он был задержан в Запорожской области. Наши сотрудники ездили туда, нам помогали Запорожское управление уголовного розыска, их сняли с автобуса, они направлялись в Крыму, их уже с автобуса на остановку. Жестокое убийство, конечно, глупое, бездарное, те деньги, которые не стоили жизни молодой женщины, в принципе, там была молодая женщина, у него остался сын. Ну а так вот, тьфу-тьфу-тьфу, выдерживаем, по крайней мере, и тот же коллектив в том же составе, и те же люди, и есть чем гордиться, есть положительные результаты. Но как в нашем район деле, так и со стороны управления к нам нормальные отношения, потому что коллектив уголовного розыска из немногих остался, это не мои слова, а слова управления, которые остались в области вообще вот в таком вот цвете, как он находится в Змеево. На то, чтобы распутать преступления и докопаться до истины, у сотрудников уголовного розыска уходит от нескольких часов до нескольких месяцев. Зачастую, говорит Виталий Буряк, приходится работать, не смыкая глаз, 24 часа в сутки, ночевать на рабочем месте или сидеть в засаде. Согласитесь, рядом с сотрудником убойного отдела должна быть особая женщина. Далеко не каждая уживется с человеком, у которого порой нет ни праздников, ни выходных. Но семья, говорит Виталий Анатольевич, это тот островок счастья, любви и спокойствия. И как важно, чтобы рядом был человек, который будет ждать, поддерживать и понимая делить его с главной соперницей, службой. Вообще был советский фильм такой, там я вот вспоминаю все время слова, там только про море, говорит, и там один ответ. Если задает семья, кто дороже? Я говорю, и работа, и семья. Здесь нельзя разделить. Это две параллели, которые посвятил я свою жизнь и думаю доработать здесь. За многолетний опыт работы Виталий Буряк повидал немало злоумышленников и говорит, что с течением времени типичный портрет преступников практически не изменился. Это человек, который не имеет работы, он злоупотребляет спиртным и рано или поздно это безысходность и нежелание исправить свои жизни. Это мое личное мнение, потому что на данный момент, по крайней мере в нашей области, в Харьковской, рабочие места есть, есть где работать. Это просто нежелание, неуважение к себе. И люди становятся на легкий путь добычи, заработать эти деньги, хотя я это никогда не понимал, и потом же за них ответить, уже отгулять один день, а ответить за этот день годами. Работа сыщика – дело непростое. Ее эффективность состоит из малейших деталей – улик, показаний свидетелей. Раскрытие преступлений зависит и от умения сыщика не только все подмечать, но и общаться с людьми. Помните шесть правил Глеба Жеглова? По ними сейчас живет современный угрозыск. Проявляй человеку искренний интерес. Вникни в него, узнай, чем он живет. Это, конечно, трудно. В общем, попотеть придется. Но зато, если ты это сможешь, он тебе все расскажет. Никакая техника, никакие бумаги, никакие законы, они не заменят того потенциала, который нужен, скажем, для раскрытия преступления. Это общение с людьми, потому что ни одна книжка не укажет, что вот именно в такой-то краже именно такой-то совершил человек или, скажем, категории. Или в том же любом преступлении, потому что нельзя. Каждое преступление по-своему индивидуально. И поэтому только общение с людьми, только если человек имеет, скажем так, коммуникабельность, он хорошо общается, он должен общаться в нашей профессии, как с людьми, скажем так, интеллигентными, образованными, так в большинстве своих случаев это у нас наш подучетный элемент. Это ранее судимые, неработающие люди, ведущие моральный образ жизни. Но со всеми нужно находить общий язык, и каждый должен тебя понять, потому что тот же, даже судимый, он тоже человек. И он любит, когда ему приятно любому человеку, когда неработник милиции там пришел, я тебя посажу и все. А когда общаешься, все-таки как-то, там, пытаешься вразумить человека или там получить определенную информацию касаемую нашего рода деятельности. Ну, я считаю, только общение с людьми здесь может быть. А дальше уже идут законы. Одним из приятных моментов в работе сыщика, да и любого дела в целом, конечно же, является результат. Разоблачение преступника, раскрытие преступления, за которым следует наказание виновных. Ради этого, говорит Виталий Буряк, и работаешь. Ведь именно в эти моменты острее понимаешь, как важна и необходима служба, то дело, которым дышишь и живешь. Когда ты видишь результат работы, например, раскрыто убийство, когда люди работали здесь, можно работать и день, можно и два, можно и неделю, можно и две недели. Когда у нас было в 2006, по-моему, или 2004 году, убийство почтальона в Борках, в Сереборке, да. Мы там работали две недели, мы жили там, мы спали в сельском совете. Видите, нас проезжали иногда, меняли там, привозили ребята нам просто одеться, потому что лето жарко было. Когда преступление раскрывает, конечно, какой-то отлив вот этого напряжения, просто уходит напряжение. И вот это, потому что, покуда преступление не раскрыто, каждый сотрудник, он как пружина, он понимает, что ему надо вот сейчас, нужно собраться, все делать, все задачи нужно выполнять. А потом вот такой вот, как пружина раскидает тебя и все. В принципе, и дальше рабочий день, дальше то же самое.